Пермия. Земля дальняя. Не пермская еще история, Дима, тебе нравится. Докладать по этому поводу. Да, немножко напомню его биографию предшествующую. Будущий великий ученый родился в Петербурге в 1888 году. Причем родился он в артистической семье. Его отец был дирижером и композитором, а матерью была пианистка. Но он уже в гимназии увлекся серьезной математикой. Поступил потом на физико-математический факультет Императорского Петербургского университета, который и блестяще окончил. Его оставили на кафедре для подготовки к профессорскому званию. Так в то время называлась аспирантура. Ну и в 1913 году он устроился на работу в Главную физическую обсерваторию, где занимался теоретической и практической метеорологией. В годы последующие он еще более развил свою активную деятельность. Так в 1917 году он основал в Москве завод авиаприборостроения, стал его первым директором. Потом он оказался в том же 1917 году в Киеве, даже стал приват-доцентом университета Святого Владимира. Так назывался в то время Киевский университет. Правда, прочитал он там две или три лекции, то есть совсем недолго был, но тем не менее вот уже должность приват-доцента у него была. И 1917 год после февральской революции уже чувствовалась напряженная обстановка, уже становилось тяжело. Особенно стало тяжело после октября 1917 года. И многие представители интеллигенции, столичные, из Петербурга, из Москвы, из Киева, стремились уехать в провинцию, где все-таки было полегче, и революционные вихри еще не так достигли, не так проявились. И вот в конце 1917 года Фридман участвует в конкурсе на должность профессора Пермского университета, который был открыт совсем недавно. Ну, два года прошло всего лишь. Да, с 1916 года. Насколько я понимаю, Вадим Иванович, конкурс, соответственно, там кишары кидали, то есть голосовали. Да. Сколько кишаров получил? Так случилось, что конкурентом у него был очень известный по тем временам уже ученый профессор Лейбинзон. Он был профессором Юрьевского университета. И выбор, конечно, происходил очно, но члены ученого совета нашего университета, ну, я говорю нашего, хотя он сто лет уже ему, и поэтому там люди были другие, совсем не современные, так случилось, что выбор был, хоть и очным, он полностью базировался на тех характеристиках, которые были присланы претендентам. Значит, ходатайство за избрание профессора Лейбинзона прислал знаменитый Николай Егорович Жуковский, а за Фридмана ходатайствовал не менее знаменитый академик стеклов. Это его учитель, и, я бы сказал, его проводник по всей жизни, вот начиная со студенческих лет. И так случилось, что Фридман получил больше избирательных бюллетеней, вот этих шаров, условно говоря, и поэтому ученый совет признал избранным именно Фридмана, хотя по внешним признакам вроде бы у него не было никаких преимуществ. Вот совершенно правильно было сказано, что он всего лишь две лекции прочитал в Киевском университете, будучи приват-доцентом, то есть даже не штатным работником Киевского университета, ну, точнее, университета Святого Владимира, а Лейбинзон – это уже известная была фигура, поэтому выбор был немножко для меня странным, конечно. Причем Фридман получил 9 из 10 избирательных шаров, то есть большинство, как свидетельство документы. Ну, там было не 9, а, по-моему, у одного было 4 избирательных, у Лейбинзона, а у Фридмана было 6. Ну, это неважно, это детали уже, но вот мне лично не очень понятно, конечно, на что опирался этот ученый совет, избирая никому неизвестного Фридмана. Тем более на кафедру механики, а по образованию Фридман все-таки был математиком. Вообще, кстати, любопытно. Дело в том, что он был в должности приват-доцента недолго в Киеве, но при этом он не защитил еще не только докторской, но и магистрской диссертации. А тут его избирают сразу на должность профессора. Тут особо удивительного ничего нет. Практика, вот выборная практика в вузах той эпохи была именно такой. Приват-доцент – это не штатный работник университета, он только мог претендовать на должность профессора, а выборы, то, что ему была предоставлена вот такая возможность, это было совершенно естественно. Дело в том, что в 1912 году Фридман сдал все, ну, по-нашему говоря, кандидатские экзамены, а там это были целый цикл экзаменов, очень серьезных, их сравнивать с современными кандидатскими невозможно просто, и он успешно сдал все экзамены. А человек, сдавший все экзамены, получал статус магистранта. То есть он мог уже претендовать даже на должность экстраординарного профессора, не имея за спиной защиты докторской диссертации. Чтобы стать профессором полным, нужно было защитить докторскую диссертацию. Ну, здесь поясним тогда. В то время профессора были ординарные, это полноправные штатные профессора, и были профессора экстраординарные. И вот человек, у которого еще нет достаточных научных заслуг и определенной степени, его еще часто избирали не экстраординарным профессором, а исправляющим должность экстраординарного профессора. Вот, насколько я понимаю, в таком качестве избрали Фридмана. Исправляющим должность. И причем он был избран исполняющим обязанности вот этим его экстраординарного профессора. И должность профессора, она в какой-то мере созвучна должность заведующего кафедрой нынешней. То есть я вот сейчас являюсь прямым наследником как бы Фридмана в нашем университете на нашей кафедре. И наша кафедра, она приемница кафедры механики. Да, в то время считалось, что одна кафедра – это один профессор. Да, в основном так. Насколько я понимаю, Александр Александрович попадает здесь в достаточно сложную ситуацию. Это уже весна 1918 года. Уже и до Перми долетели веяния новые, революционные. Начинается меняться и методика преподавания, и поступления. Вот со всем этим он вынужден был столкнуться здесь. Конечно. Он с этим столкнулся с первого же дня пребывания. Но надо иметь в виду, когда он приехал в Пермь, ему было 30 лет. Замечательный такой возраст, когда уже человек достаточно опытен. А школа, которую он прошел, это великолепно, это лучшая школа. Не надо забывать, что тогда Петроград был столицей нашей страны. Это был столичный университет, где были собраны лучшие математики, механики всей нашей страны. Поэтому, когда он приехал сюда, но в силу его натуры деятельной очень, он сразу решительно взялся за создание кафедры механики в Пермском университете. Он в течение первого месяца представил ученому совету университета, а дальше он написал большое письмо еще своему любимому руководителю Стеклову о своих планах, о том, каким образом будет организована работа этой кафедры, какие первостепенные задачи, то есть это пригласить преподавателей. Ведь в Перми не было преподавателей, которые в состоянии были бы преподавать в университете. То есть у нас были преподаватели там в школах, в лицеях, но даже не одно и то же. Дальше учебный процесс, это еще и учебные планы. Вот обо всем этом он подумал и составил очень подробную, ну как бы, если пользоваться современной терминологией, дорожную карту. Значит, вот создание экспериментальной базы, то есть механического института. И ему на словах это было все обещано. Поэтому он был полон планов. Вот через месяц, в мае он приехал, в июне уже он был переполнен этими своими надеждами. Он совершенно правый, в 18-й год он уже как бы... Это мы-то сейчас знаем, что впереди были тяжелейшие времена. Он тогда этого не знал. Он все-таки надеялся на то, что в Перми все будет почти как в Петербурге. Ну и к тому же Пермский университет в 1916 году был создан как Пермское отделение Императорского Петроградского университета. В 17-м году он стал самостоятельным. Но почти все 90% первых профессоров нашего университета были командированы именно из Петроградского университета. Поэтому была такая солидная база. Но, как вот действительно, Вадим Иванович, вы верно отметили, у нас были качественно ученые гуманитарии. Их было много. Профессора Вернацкий, Греков, Эльдемарос, Атакар, Кодлубовский и так далее. А вот преподавателей, профессоров математики у нас не было. И хотя физико-математический факультет значился одним из первых созданных, но под него еще соответствующие базы фактически не возникло. Совершенно правильно. И физико-математический факультет, он был не только одним из первых, но и тогда, в 16-м году, один из самых крупных, если судить, по приему, по количеству студентов, которые были приняты вот в 16-м году. Но вот особенность этого факультета состоит в том, что все-таки, ну, вот здесь нужны специфические физико-математические знания. Этих людей у нас в России-то было очень мало. Ведь тогда фактически у университетов было только 11 в России. И далеко не в каждом университете, точнее, в 9 только всего лишь были свои физико-математические факультеты. И профессоров, математиков, механиков в России было единицы буквально. Поэтому Пермскому университету можно было рассчитывать только на молодых, перспективных. И вот именно они, вот Дмитрий Михайлович правильно сказал совершенно, приехали все из Петербурга. Самым первым, кстати, приехал человек и профессор из Киева, профессор Абрамович. Но он довольно быстро скончался и, правда, уже уехав из Перми. То есть он как бы не был самым главным тут действующим лицом. Но вот эта вот бригада целая приехавших сюда выпускников, я хочу подчеркнуть лучших выпускников физико-математического факультета Петроградского тогда университета, они приехали к нам с совершенно серьезными намерениями заниматься наукой, создавать здесь свои кафедры, научные направления. Ну и для них, конечно, перспектива была карьерная какая-то. Ведь вот те ребята, которые приехали, допустим, Бизикович, будущий выдающийся совершенно ученый, он был еще младше Фридмана, на два года он приехал, и его сразу же избрали на должность экстраординарного профессора в 28 лет. И тоже без защиты докторской диссертации. То есть у них были планы, я бы сказал, грандиозные, и, в общем-то, они были реальными. Если бы вот не политические события, которые случились в 17-м году, ну а дальше получили такое развитие трагическое, я бы сказал. А вот интересный такой штрих к этим событиям, то, что происходило в 18-м году на территории Советской России с образованием и средним, и высшим. Проводились совершенно удивительные эксперименты. Провозглашена была такая всеобщая доступность и высшего, и среднего образования. И в рамках этой всеобщей доступности отменяли экзамены где-то, вводили даже там в гимназиях, например, выборность учителей. То есть ученики собираются и голосуют. Вот как в Яралаше ученики там в какой-то серии выбрали боярского учителя. В Китае тоже, советского периода в Китае, это почерпнули наш опыт. И вот в Пермском университете тоже проводились интересные эксперименты, и даже возник такой среди студентов пролетарского происхождения своеобразный бригадный подряд сдачи экзаменов. Вот Вадим Иванович нам, наверное, пояснит, в чем он заключался. Ну, да, я только хотел бы чуть-чуть поправить. Это все произошло не в 18-м году, а чуть позднее. В 18-м году у нас еще и органов управления, образования не было таких, которые в состоянии были какие-то реформы проводить. А вот в 20-м, особенно в 21-м, 22-м году, вот эта система, о которой Дмитрий Михайлович говорит, она была уже узаконена. То есть отменялась лекционная система, обязательное посещение занятий, групповой метод. Суть, если сейчас сказать, современным учащимся и тем, кто уже учился, трудно представить это, но вот суть его вот в чем. Значит, допустим, бригада из пяти человек, и в этой бригаде выделяется один человек, который действительно что-то знает. принимали всех, конечно же, всех желающих, даже тех, кто не закончил среднее образование, не имел. Ну, то есть читать, писать, конечно, умел этот человек. И вот этот, ну, скажем так, бригадир, что ли, я не знаю, как его там называли, в его функции входило изучать дисциплины по конспектам, конечно, преподавателя, который вот что-то там им рассказывал, а дальше именно он отчитывался перед преподавателем, остальные получали оценки, ну, вот так вот, просто так. За то, что они присутствовали, слышали, знают, как зовут бригадира. Один за всех и все на одного. Да, да, да. Вот этот, да, он, видимо, хорошее продолжение получил в нашей стране тогда. То есть система совершенно странная для высшей школы, и такого не было до советских времен. В 30-е годы все было возвращено. Поэтому, слава богу, эксперимент закончился. Да, эксперимент закончился. Я думаю, что он закончился не очень удачно. Первый выпуск вот на физико-математическом факультете, правда, он тогда уже назывался педагогическим факультетом, был в 1925 году. То есть, вот представляете, в 16-м году первый набор, а в 25-м только первый выпуск. Ну, вот это вот все отзвуки этой системы, которая была внедрена. Надо сказать еще, что и кадровый-то состав преподавателей в нашем университете был тоже, ну, если сравнивать с современными временами, он, мягко говоря, был не лучшим. То есть люди, которые назывались профессорами тогда, они имели среднее образование, безусловно, и даже многие высшие имели, но они были просто энтузиастами. Никакими профессиональными педагогами, как правило, не были. А многие из них потом уже получили должности, звание профессора, без всяких защит, естественно. Да, ну, вот это то, что произошло с университетом после 19-го, 20-го года. В 18-м году, конечно, еще... А пока, видимо, вот все-таки это окружение позволяло Фридману думать, что вот... То есть те люди, которые сюда приехали, энтузиасты, позволяло ему думать, что здесь он сможет развернуться, и что здесь возможно повторение петербургской истории. Абсолютно точно. Вот он был ведь там не один. Еще раз хочу повторить, что, значит, приехала целая компания молодых, амбициозных, и, конечно, когда они видели вот вокруг себя пустоту, они были абсолютными лидерами. И оснований для надежд на то, что они прославят себя, страну, у них было более чем достаточно. Причем хотелось бы еще вот что отметить. Вот эти самые первые, приехавшие в 17-м, 18-м году в Пермь, они ведь потом себя ярко проявили, как большие ученые. То есть это... Они не просто выделялись потому, что никого не было больше в Перми, не потому, что в царстве слепых и одноглазый король, а они действительно были великими учеными, как показала их дальнейшая судьба. Ну, это уж абсолютно точно. Ну, вот это подтверждает просто слова, о которых я говорил. Эти люди, по сути, были лидерами. И лидерами не только отечественной науки. Вот опыт показал, что, ну, вот, допустим, в числе первых, кто приехал в Пермь, был Абрам Самойлович Безякович. Этот человек, ну, вот, надо сказать сразу, что в 20-м году абсолютное большинство из этих молодых ребят уехали отсюда. Но когда вот Безякович, кстати говоря, уже с должности как бы ректора немножко, такого полуректора, хотя его числят у нас ректором, но вот, я думаю, это в значительной мере преувеличение. Потому что, когда он был ректором, в университете, на самом деле, занятий никаких не было, преподаватели все уехали в город Томск, и, ну, вот такой ректор он был. Исполняющий обязанности в отсутствии коллектива, я бы сказал так. — Сохранял обущество. — Конечно, да, да, да. У нас стражей интересов страны здесь оставался. Но когда он уехал, стало, в общем, понятно, что этому человеку все эти административные обязанности были абсолютно чужды. Он вскоре покинул и Петербург, и жил какое-то время в Дании, затем в Англии, собственно, вся жизнь его прошла в университете Кембриджа, в том же, кстати говоря, колледже, где когда-то учился и работал Исаак Ньютон. И вот Безякович — это одна из таких самых знаменитых фигур из математиков начала XX века. Вот, ну, безусловно, невозможно просто не упомянуть Ивана Матвеевича Виноградова. Он когда приехал, ему тоже, вот как и Безяковичу, было 28 лет. Его избрали профессором. Он тоже всего лишь дал, ну, по-нашему говоря, кандидатские экзамены. И вот когда он покинул наш университет, он, в общем, решил одну из проблем Гильберта. Правда, не в полной мере. И это сразу привлекло к нему внимание. В итоге получилось так, что когда был создан математический институт Советской Академии Наук, он стал его директором и более 50 лет академик Виноградов, дважды герой социалистического труда и лауреат всех премий, и член всех мировых академий, был во главе всей математической науки России. И вот что такое приехал... В школе вы все учились по его учебникам. Да, ну, это действительно был классный совершенно ученый. Ну, это чтобы нашим слушателям было понятно, то окружение, в котором оказался здесь наш герой, Александр Александрович Фридман. Давайте мы сейчас прервемся на коротенький перерыв, а затем вернемся в эту студию и продолжим. Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Говорим мы сегодня о пермском профессоре Александре Александровича Фридмане. Вот мы завершили фактически, наверное, тот период достаточно спокойный в Перми, когда он сюда приезжает весной 2018 года, и вот уже начинаются неспокойные времена. Это касается и университета. К многим приходят уже чекисты, многих начинают опрашивать, допрашивать и даже арестовывать. И это, в принципе, коснулось и Фридмана. Ну, в частности, был арестован ректор Атакар. Когда исполняющий обязанности ректора Заварзин вместе с другим профессором пришли узнать, за что же, собственно, арестовали. Их тоже арестовали. Ну, потом, правда, выпустили через какое-то время. Но атмосфера была явно неблагоприятной. Тем более, что Пермь как раз находилась в тот период именно в таком эпицентре красного террора. У нас это развивалось особенно бурно. Да, и вот тоже примет революционного времени. Квартира Фридмана подверглась реквизиции в 2018 году. То есть, он только приехал, только более или менее устроился на новом месте. Много планов. И раз, начинаются жилищные проблемы. Вот это, конечно, все создавало не очень благоприятную ситуацию. Автономия университета, она фактически не существовала тогда, в 2018 году. Но вот в конце декабря 2018 года белые приходят в Пермь. И пермики это воспринимают как освобождение. Много было радости, ликований по этому поводу. И к Пермскому университету отношение со стороны уже новых белых властей было принципиально иное. Колчак восстановил автономию университета. Профессора, их жены устраивали благотворительные вечера в поддержку воинам белой армии. Многие студенты пошли добровольцами, в том числе сыновья профессоров. Двое, кстати, погибли в ходе боев 2019 года. Интересно, что происходит с Фридманом. В самом начале 2019 года, как мы знаем из его личного дела, в советское время это предпочитали не упоминать, этот факт в биографии. Он был командирован в Омск. И не просто так. Не как проректор Пермского университета, а как военный летчик. Дело в том, что в годы Первой мировой войны Фридман открылась еще такая грань его таланта. Он оказался блестящим военным летчиком. Он стал офицером. Получил серьезные боевые награды, ордена. Выдвинулся на этом поприще. И уже тогда, в годы войны, стал преподавателем именно военно-летного дела. В частности, в Киеве он преподавал после того, как сам прошел боевые действия. И вот Фридман является одним из родоначальников, можно сказать, такой части военно-летного дела, как бомбометания. Ну, можно пояснить, как в то время до Фридмана осуществлялось бомбометание. Да и, в принципе, во время Первой мировой войны. Вот, Вадим Иванович, я знаю, вы в курсе, как тогда метали бомбы с самолетов. Ну, я думаю, что во времена Фридмана метали бомбы руками просто. То есть, в кабине лежала бомба, ее кидали. Да, наклонился, бросил, куда там она улетела, туда. И хорошо. Спасибо партии, чтобы самолет построили. Нет, я думаю, что какой-то революции в бомбометании он не совершил. Я хотел бы сказать вот еще, что в 1918 году, когда стало понятно, что революционное правительство, я имею в виду, вот пролетарское, не удержит Пермь. Речь зашла об эвакуации вот этого молодого Пермского университета как бы от колчаковцев и от белых. И было предложено эвакуировать Пермский университет в город Тюмень. Значит, ну, в чисто советских традициях было сказано, через 4 дня все упаковать, будут поданы там 4 вагона. И когда вот ректор сказал, что это же невозможно, в 4 дня упаковать то, что тут, по крайней мере, 2 года уже создавалось, было закуплено много оборудования, людей. Короче, это невозможно. Но военные обстоятельства развивались так быстро, что, короче, никакой эвакуации от белых не произошло. И поэтому вот весь коллектив университета вынужденно встретил колчаковцев, будучи уже в Перме. Надо сказать, что часть профессоров, сотрудников университета действительно радостно приветствовали колчака, потому что, ну, вот Дмитрий Михайлович уже сказал, это было очевидно совершенно, что они хотели, чтобы вернулись в старые порядки. Но некоторые вот все-таки были за то, чтобы поддержать советскую власть. И надо сказать, что вот Александр Александрович Фридман, он был человеком достаточно революционным. Еще в студенческие годы он участвовал в разных политических акциях. Правда, он не был таким, как современные наши сторонники существующего режима. Он никаких демонстраций не участвовал, но в студенческих мероприятиях участвовал. И он в какой-то мере как бы сочувствовал Красной Армии и новому порядку. И он был, скорее, сторонником того, чтобы, в общем, не поддерживать колчаковское правительство и новые порядки. Хотя вот совершенно правильно, как поручик царской армии он обязан был поддерживать именно белых. Действительно, он был направлен в Омск, как профессор. Проректором, кстати говоря, он был всего лишь год. И проректором по хозяйственной части причем. То есть, это уж совершенно было ему ни к чему. Он даже был в течение месяца одного декана физико-математического факультета. Это когда вот выехали все в Томск. Это я уже забегая вперед говорю. Я хочу сказать, что личность этого человека, она удивительна совершенно. Вы правильно сказали, что это выдающийся ученый. И это связано было с особенностями характера его. Он не был кабинетным ученым, как, допустим, Ньютон тот же самый, который мог днями, сутками, годами заниматься своими проблемами. Чисто теоретическими, сидя за столом, не общаясь ни с кем. Фридман был совершенно другим человеком. Он был социально активен. Ужасно. Может быть, даже слишком. Это и позволило ему, в общем-то, и дальше, когда он вернулся в Петербург, все главные события в его жизни произошли после того, как он вернулся из Пельми. Вот заслуги его научные, основные публикации, они произошли именно тогда. Но и здесь, вот в 18-м году, о котором мы сейчас говорим, благодаря, в общем-то, его настойчивости, и не только его, в Пельми, в Пермском университете появилось физико-математическое общество. Это великая заслуга. Началось издание журнала научного. Это тоже очень здорово. Кстати, это общество было достаточно многочисленным. Ну, понятно, что все приезжие, но еще и студенты, и просто вольнослушатели появлялись там. До 60 человек собиралось до заседания этого общества. И раз в полтора месяца они обсуждали научные проблемы. Вот еще раз, 18-й год. То есть, казалось бы, не до этого вообще. Конечно. А этим людям как бы наплевать на всю эту политику, что там происходит за стенами университета. Они жили и продолжали жить и этой жизнью. И он продолжал писать статьи, и несколько статей, они опубликованы в наших сборниках, которые, ну, вот одна статья при жизни вышла при его, вторая уже после, к сожалению. Он прожил очень уж маленькую жизнь. То есть, вот я хочу сказать, что его деятельность и в Пельми, а особенно после, она была очень многоплановой. Это не просто ученый, который уткнулся в свои проблемы. Нет. И преподавание, и организация кафедры, и университетские дела, вот все, они все его волновали. Я думаю, что он не сильно расстроился, когда его послали в Омск. Вот, а если поговорить о чуть более поздних временах, когда вот, или я забегаю вперед, может быть, о 19-м годе, когда стали выезжать. Вот еще раз о противоречивости, что ли, натуры этой, когда было объявлено, что все желающие садятся в поезд и выезжают в город Томск. Часть в Томск, часть в Иркутск, кстати. Он был в числе тех, кто сел в поезд. Вот я только что говорил, что он, вообще-то говоря, был как бы революционно преднастроенный. И тем не менее он сел в поезд. Ваших слушателей, когда сказали о том, что он что-то большое сделал в бомбометании. Ну, я думаю, здесь можно пояснить. Он в технике бомбометания проявил свои качества физика и математика. Математика, прежде всего. То есть, что он сделал? Ведь когда кидаешь бомбы, надо кидать так, чтобы попасть, куда нужно. И он проводил расчеты, как именно правильно кидать бомбы, под каким углом кидать, как делать поправки на ветер, что-то еще. И достиг в этом, судя по тем документам, что у нас есть, больших успехов. Ну, вот я здесь могу сослаться на большую биографическую статью новосибирского ученого, который поднял в том числе переписку, военные документы. Результативность бомбометальщика Фридмана была гораздо выше остальных летчиков. И немцы будто бы даже прознали, и имя Фридмана вселяло в них страх. И когда вот Фридман... Они видят, что самолет какой-то над позицией летает, и очень метко кидают бомбы. Они со страхом и уважением говорили, так, сегодня летает Фридман. Это может быть, да, такое, конечно. Может быть, конечно, и легенда, но она есть. Она осталась в документах и зафиксирована. А вот по поводу политической его, что называется, физиономии. Здесь, ну, опять же, по документам, если мы посмотрим, в молодости действительно он, как и многие молодые люди, увлекался, ну, чем-то, ну, не прямо революционным, но вот близкое к тому. Но, судя по всему, к окончанию университета из него это полностью выветрилось. Не в том смысле, что он поменял свои взгляды как-то, а в том смысле, что политику он вообще оставил в стороне. И вот с того времени, с окончания университета, мы не видим ни малейшего интереса к политике, ни каких-либо политических оценок в его деятельности, что-то еще. То есть человек полностью погружен в науку, ну, или в организацию науки, так скажем, но не в политику. И вот, когда было принято в революционные годы, когда многие даже солидные профессора расписывали то, как они были в оппозиции к императорскому строю, как они там критиковали, боролись, хотя в то время никто бы и не догадался, что они боролись, но вот так они представляли. Фридман никогда ни плохого слова ничего не сказал в 20-е годы, ни об императорской России, ни о белых, что интересно. То есть он никогда нигде не высказал критику, ни в отношении Российской империи, ни в отношении белого движения, что интересно. То есть никогда, ни слова плохого, хотя было принято это ругать. Давайте потихонечку будем все-таки возвращаться в 19-й год. Да, и вот в связи с 19-м годом тут уже тоже некоторое пояснение, как он уехал. Вот по тем документам, которые в личном деле мне встретились, он, судя по всему, в эвакуации университета в Томск по предписанию белых, не участвовал, потому что в июне он был направлен в командировку в Екатеринбург и там чем-то занимался. И как раз эвакуация осуществлялась без него. И в результате получилось, что в конце июня весь университет, все профессора практически, все студенты, они эвакуировались в Томск. Наступление красных развивалось стремительно. 1 июля красные взяли Пермь, а уже в середине июля они взяли Екатеринбург. И вот там как раз они застали Фридмана. И в такой ситуации Фридман возвращается в Пермь и предпринимает какие-то усилия по, может быть, организации учебного процесса или, по крайней мере, сохранению материалов и остатков, что были здесь, в Пермьском университете. И вот он тогда становится, видимо, исполняющим обязанности декана физико-математического факультета. У меня немножко другие представления об этом периоде. Именно в июне Пермьский университет и выехал в сторону Екатеринбурга, чтобы дальше проследовать Томск. А Фридман по документам также был сотрудником этой метеорологической станции до августа. А в августе он стал деканом физико-математического факультета всего на полтора месяца. Хотя ни преподавателей здесь толком не было, ни студентов. Да-да-да. Здесь было все как бы... Все, кто не выехал, они тоже, я думаю, что им здесь нечего делать было. Ну, опустили просто помещение все эти... Понятно, что ведь имущество вывезли. Физико-математический факультет, он предполагает еще и экспериментальные какие-то работы. Поэтому нет. И в 19-м вот этом году у меня вот есть вопросы, они для себя, конечно, остаются просто. Этот 19-й год и до середины 20-го года он был совершенно как бы таким провальным для всего университета, так как в Перми фактически университета не было. Хотя вот если смотреть документы, то мы видим, что в 20-м году появился новый факультет технический. Я слабо понимаю, как можно открыть факультет, если университетов нет в Перми. А тут, знаете, какая интересная ситуация? В конце 19-го года красные захватывают уже Томск. И в 20-м году возникает вопрос о возвращении университета. Большинство профессоров, правда, оказалось в эмиграции или в каких-то других городах потом. Но некоторые все-таки в Пермь вернулись. Может быть, часть студентов вернулась. Но тут тоже большинство студентов. Кто-то был в армии у белых, тоже оказался в эмиграции. Здесь на месте оказался ректор Аттакар. Дело в том, что когда белые подошли к Перми, Аттакар в это время был в командировке в Москве. И поэтому он уже после того, как красные снова захватили Пермь, тогда вернулся в Пермский университет и что-то здесь сделал. И Аттакар проводил такую самостоятельную линию, в отличие от ректора Култышева, который был в Томске. И он стал тоже что-то организовывать, каких-то преподавателей откуда-то набирать, студентов вроде бы набирать. И вот таким образом что-то здесь создавалось еще в 19-м, 20-м году. Интересно, что в 20-м году создается еще, если я не ошибаюсь, сельскохозяйственный факультет. И Фридман некоторое время исполняет обязанности декана сельскохозяйственного факультета в 20-м году. Что уже представляется совершенно фантастическим, но в документах это упоминается. То есть, где Фридман, а где сельское хозяйство? Ну, вот такой, видимо, человек. У нас остается совершенно немного времени, то есть, буквально 3 минуты до завершения нашей программы. Нам, наверное, все-таки надо подчеркнуть какие-то особые заслуги, которые есть у Фридман, а тем более, что они у него есть. И эти заслуги уже, конечно, были не в Перми. Из Перми, насколько я понимаю, он вынужден уехать. И долго себя и ищет в Петербурге. Нет, в Петербурге он себя нашел мгновенно. Дело в том, что все друзья и его научный руководитель Академик Стеклов были уже там. Ну, то есть, они некоторые и не уезжали. Он в течение месяца уже получил должность преподавателя Петербургского университета, опять же, с помощью Академика Стеклова. А дальше он, кстати говоря, во времена, когда он закончил университет и дальше был типа в аспиранторе в нашей, он уже был преподавателем двух вузов вынужденного. У него, кстати говоря, семейные обстоятельства подталкивали его все время к этому. Так случилось, что он в 9 лет, когда ему было 9 лет, его родители расстались. Кстати, когда он родился, родители его были студентами всего лишь. Одной и той же Петербургской консерватории. И действительно, отец был еще и артистом аккорда балета. В 9 лет он остался с отцом, а через год отец умер, и он жил в семье дедушки, потом там тети. Короче, Стеклов вынужден был хлопотать все время о том, чтобы ему стипендию платили, чтобы, в общем, как-то помогать ему материально. Он материально жил очень тяжело в Петербурге. И так, возвращается он в 20-м году, в июне он уже становится преподавателем университета. Вскоре его Жуковский пригласил в морскую академию, и он в четырех вузах уже к сентябрю числился или преподавателем, или даже профессором. В 22-м году он защитил свою магистерскую диссертацию, и самое главное, что было в его жизни, это научная деятельность. Она была, я бы сказал, развивалась в двух направлениях. Это чисто математическая деятельность, вот часто его называют физиком, я думаю, что это не совсем правильно. Он был специалистом, все-таки математиком, математиком, который работал как бы на задачи физики, метеорологии. Но это математическая работа-то у него была вся абсолютно. Ну вот, у нас, к сожалению, время вообще заканчивается. Наверное, стоит упомянуть то, как вошел Фридман в мировую науку. Судя по всему, как автор теории нестационарной вселенной. Совершенно правильно. Это не случайно тоже. Его работы, а не продолжением были работы его и в какой-то мере метеорологических. Он, в общем, опубликовал довольно интересную работу, которая была опубликована в немецком журнале. И Эйнштейн, прочитав эту статью, отнесся к ней негативно. Это сразу обратило внимание на Фридмана. Но вскоре Эйнштейн, он наш замечательный физик Крутков, объяснил, что Эйнштейн совсем прав. Эйнштейн признал ошибку публично. И это стало поводом к тому, чтобы имя Фридмана стало известно. Сейчас эта модель является вообще признанной. Александр Александрович Фридман скончался в раннем возрасте, достаточно в 1925 году, будучи директором главной геофизической обсерватории. И после смерти именем великого ученого был назван кратер на Луне, что тоже, мне кажется, важный показатель его научных заслуг. Мы, к сожалению, вынуждены завершать нашу программу. Хотя я думаю, что об этом человеке говорить можно бесконечно. И мы, к сожалению, не все успели рассказать. Но это повод еще раз вернуться в эту студию и поговорить о Фридмане. Так у нас университету 100 лет, поэтому повод о Фридмане вспомнить просто замечательный. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. До свидания.